мальчики и девочки привет и опять вы сегодня со мной в моей машине у меня бумажка в руках я приготовила себе не себе а я приготовила вопрос который мне написали уже давно причем не вопрос а он состоит из нескольких вопросов буду зачитывать и ехать с вами болтать машине у меня опять бардак не знаю сколько сумок сколько чехлов ну в общем вот так вот мы живем можно сказать в машине в машине пол пол дома сейчас я зачитаю вам комитет вопрос а тут вопросов 6 в одном вопросе девушка мне написала наталья здравствуйте не могли бы вы ответить на такие вопросы 1 пробовал ли вам ваш муж вареники оладьи и блины но что я могу сказать конечно пробовал естественно если я русская женщина которая всю жизнь пекла эти блины он очень любит блины оладьи оладьи я честно говоря не пекла но пекла блины их американские блины то есть панкейкс очень напоминает наши оладьи поэтому я оладьи здесь не очень пеку хотя конечно я знаю что вы скажете что они абсолютно другие в чем я согласна но нормальные оладьи хорошие оладьи нужно делать на дрожжах наверное все это очень сложно как-то для меня но я делаю блины он очень любит блины когда я заворачиваю блины какой-нибудь мясо или яйца яйца с рисом заворачиваю капусту нет капусты честно говоря он не понял почему капуста в этих блинах американцы очень часто используют для блинов сироп называется maple syrup то есть он кленовый из кленового дерева и кленового листа я не знаю из клёна короче и вот они очень любят его наливать на эти панкейксы так что вот у меня муж любит наши русские блины да второй вопрос имеются ли в америке российские тебе каналы если имеются то какие но самой америки они не имеются но вы можете купить себе каналы честно говоря они очень дорого стоят что там один канал 24 доллара по моему что ли но сейчас никто их не покупает почему потому что вы можете все это сделать через теле через компьютер как у меня оксана с игорем они платят по моему 17 долларов в месяц и у них абсолютно все каналы из россии они подключать телевизор и смотрят круглосуточно поэтому самой америке нет этих каналов на их можно купить как я говорю раньше я покупала два канала или за два канала я платила 24 доллара у меня был нтв первый канал а теперь уже знаете все знают как это делать по которому даже на телефоне у меня я могу скачать себе русское телевидение платить 4 доллара в год и на телефоне смотреть прямой трансляции вот высота дальше даже когда у меня было это рассмотрели одновременно пусть говорят и все что угодно поэтому все это все что если это надо это все можно сделать третий вопрос знает ли ваш муж хоть немного русский язык понимает ли он вас когда вы разговариваете на русском языке ну нет он не понимает русский язык вот так чтобы я разговаривала понял о чем если он слышит какие-то слова знакомые ему то есть он очень мало знает слов он знает как дела я тебя люблю знает там машина чуть-чуть давай да вот такие нет он не можно сказать что он не понимает русский язык знает несколько слов что придает ему очень большое дает ему очень большое удовольствие когда он говорит кому-то вот а так нет принципе я не знаю видно ли меня сейчас я думаю что наверное темно как-то получается ну смотрите на дорогу на дороге на дороге светло сейчас так следующий вопрос был ли ваш муж в россии если так был ли ваш муж в россии есть если нет если у него желание посетить россию и что именно он хотел бы посетить в россии куда сходить конечно у него есть огромное желание посетить россию хотел сказать меда факт как бы кстати мы собираемся ехать в этом году в россию и у меня даже был вопрос я у него к нему я задавал вопрос может все таки мы поедем снова в ригу в ригу не надо никакой визы ничего нет я хочу в россии он очень хочет в россию ночи хочет посмотреть москву он очень хочет посмотреть кремль и он очень хочет заехать санкт-петербург это он очень что хочет я хочу конечно поехать в рыбинск все что мне надо это рыбинск поэтому у нас будет с ним такой тур скажем так мы прилетаем москву потом мы едем возможно в тулу на день на два потом мы едем в рыбинск потом санкт-петербург и потом из санкт-петербурга возможно мы поедем в москву и вылетаем это все очень сложно, конечно, сделать. У меня всего там три недели, по-моему. Ну, хотя, наверное, можно. Ну, вот, пока это все в планах. И он очень хочет. И он всем говорит, что у меня очень много друзей в России, что они меня ждут. Ну, так как у него Саша есть. И Костя есть, который к нам приезжал два раза. Наташа, брат. Ну, в общем, вот. Кстати, вот у Кости, как я рассказывала уже, Костя же в Туле. И у него свой вот этот ресторан называется «Царь» в Туле. Их там двое, два владельца. И вот Костя, один из владельцев, все время нас приглашает. Приезжайте, Наташа с Винни. Косте очень понравилось, как Винни готовит. И Костя говорит, я тебя поставлю на свою кухню в ресторан. Ты покажешь моим поварам, как готовить Винни. А это вообще, как услышал, так ему вообще, как бальзам на душу. Так. Как давно ваш сын был на родине? И есть ли у него желание посетить родину? Мой сын ни разу не был на родине с тех пор, как он приехал в Америку. Ему было 14 лет. Сейчас ему 28. То есть будет вот 29. Ему было 13, когда мы приехали. Вот 14, да. Мы приехали в апреле. В апреле, 20 апреля. Ему было 13. Исполнилось 14. А в марте марта, апрель... Нет, значит, ему ничего не помню. Подождите. Мы приехали в 2002 году. Ему, по-моему, было 13 лет. Потому что я знаю, что мы здесь живем 15 лет. Ну, в общем, не важно. Короче говоря, мой сын прожил в России, можно сказать, такое же количество времени или больше, ой, или меньше, чем в Америке. Он уехал оттуда ребенком, и он не очень сейчас даже представляет, что какая там жизнь, а что там, ничего. такого. Сначала ему хотелось поехать, а теперь уже нет. Он как-то такого желания не показывает, что я хочу поехать в Россию. Но, конечно, он говорит, что однажды я поеду в Россию, когда у меня будет отпуск, когда я встану на ноги, когда у меня будет много времени. Думает, что поедет, конечно, съездит, но такое вот у него какое-то рвение, такого у него нет, честно говоря, как у меня, допустим. Да, я бы очень хотела. Хотя мне стыдно говорить, я говорю, как у меня, сама 10 лет не была в России. Но вы знаете, как только ко мне стали приезжать мои рыбинские, у меня какого-то вот такого острого, острой необходимости ехать в Россию, у меня отпало. Хотя я очень хотела бы, чтобы ко мне приехала сестра, чтобы я ей все показала. Ну, я думаю, что она обязательно приедет. Как американцы относятся к нашей славянской культуре? Как относятся к гражданам? Ой, гаданиям на Рождество, к каляткам, к купанию, в проруби, в крещении и т.д. Смотрят ли наши фильмы? Как они относятся к культуре нашей? Вообще, вы знаете, американцы относятся к каждой культуре с уважением. Не важно, какой вы культурой, не важно, из какой вы страны, уважение есть к любому, к любым народам, как говорится, любых стран. И, как вы видите, то мы тоже, когда приехали в Америку, мы тоже должны уважать их культуру, их обычаи. И дело в том, что Винсент с удовольствием отмечает со мной Новый год, как отмечаем его мы, и я отмечаю Рождество с Винсентом, как отмечают его они. Крещения в проруби у них такого, по-моему, нет. Хотя я могу ошибаться, кто живет в Америке, поправьте меня, я не знаю. Но я Винни рассказывала, он говорил, что это как бы забавно. Но никогда он этого не слышал, что вот в один день вся вода становится святой. Ну, я ему говорила, как бы говорю, иди в душ немедленно сегодня, все святое. И он пошел. Ну, он говорит, что я не входил в душ, конечно. Вот. Потом, смотрят ли они не наши фильмы, но у них нет такого, как бы необходимости смотреть российские фильмы. Если только у них русская жена, то они тогда посмотрят, если жена им скажет. Вот этот фильм интересный. Хотя есть американцы, которые увлекаются русской культурой. Я встречала таких, которые хотят выучить язык, хотят, ну, как бы к моему мужу это не относится, поэтому... Кстати, недавно вот я показывала видео. Помните, американца, который учит русский язык, он стал женихом для всех, а потом попросил меня, чтобы я как бы скрыла это видео, потому что завалили его письмом. А что еще? Еще такой вопрос пишет. Что бы вы порекомендовали привезти в подарок американцам из России? Чему бы они были рады? Или что можно положить в посылку? А что не стоит дарить? Слышала, что у них шоколад невкусный. Нравится ли им российский шоколад? Кстати, вот я читаю сейчас по бумажке, и вы можете посмотреть, какой трафик впереди меня. Мне очень часто говорят, Наташа, не читай. Если вот такого трафика, то я не боюсь читать, не боюсь, потому что я... Если я уеду, так на траву. Ну вот, не важно. Что стоит американцам дарить? Я вам хочу сказать, американцы рады любому подарку, чтобы вы ему не подарили. Даже вы, если им подарите полконфетки, как говорится. Они рады любому подарку. Поэтому, что класть в посылку, все, что угодно. Главное, что вы подарите, это от сердца, и они будут радоваться этому, как дети. Они очень любят подарки. И, что бы вы ни подарили, что не стоит дарить, я даже не представляю, я не могу сказать вам. Ну вот, конечно, есть такие странные взгляды у них на подарки от американцев, да? если вы дарите духи, то они вроде как, ну, некоторые скажут, ну, по крайней мере, я слышала, ой, а что, я плохо пахну. Или, допустим, если вы подарите жене пылесос, то она вроде как обидится, что ты что, издеваешься, да, мой пылесос даришь, я что тебе там, уборщинца? То есть, я бы, допустим, обрадовалась, если бы мне подарили там пылесос, да, хороший там, или стиральную машину. Но здесь на подарки смотрят по-другому. То есть, машина стиральная это быт, пылесос это быт, и что, в принципе, это правильно, да, подарки должны быть такие, которые могут приносить удовольствие. То есть, считается, пылесос стиральная машина холодильника, они не приносят удовольствие. Это должно быть, то есть, в вашем, в вашем доме. Ну, вот такие, как, я не знаю, подарки, какую-то коробку конфет, они любят, я не знаю. Шоколад, кстати, у них очень вкусный, и очень много шоколада, который абсолютно не отличается от русского. Но все равно, я вам хочу сказать 100%, что в России шоколад намного лучше, вкуснее. Но можно встретить такой же шоколад, как и у нас в России. Как бы здесь, здесь нет проблем, там, разный шоколад. Ну вот. Но можно подарить детям, допустим, какие-то игры компьютерные, какую-нибудь кофточку, шарфик, платье, я не знаю. Ну, платье, хотя надо размер знать, да, можно подарить сумочку, кошелек, что еще можно подарить. Я не знаю, все что угодно. Главное, чтобы это не было из быта. То есть, понимаете, это вот хозяйственный быт, кастрюли, там, ложки, поварешки, вот это все дарится только, если вы идете на housewarming, то есть, если вы идете на, или на свадьбу, если вы идете. На свадьбу можно подарить что-то из быта, и можно подарить, если вы идете на housewarming, то есть на новоселье, это можно подарить. А так, на день рождения, конечно, не подаришь пылесос или там что-то еще. Даже муж жене, если подарить пылесос или стиральную машину, жена как бы не обрадуется, я вам хочу сказать. Ну, и в основном, конечно, американцы очень любят дарить бриллианты. Вот у Любы, у Любы Дэниел, он очень любит дарить ей бриллианты. У нас бриллиантовна, она вся в бриллиантах, и, конечно, он ей дарит. Это очень хорошие подарки, ну, если ты их носишь, там все. Ну, хотя их, честно говоря, иметь много тоже неплохо, потому что это как вложение каких-то денег, что ли, я не знаю. Я не уверена, если видно меня очень хорошо, потому что солнечно очень, я сейчас еду.